Относительно этой функции делается предположение неоклассическое о том, что технология описывается положительно однородной первой степени вогнутой непрерывной функции на неотрицательном орданте, которая положительна на неотрицательном орданте. Из сделанных предположений следует тогда, что эта функция монотонна. Предполагается, что в отрасли имеют различные технологии производства, каждая из которых характеризуется нормами затрат производственных факторов на выпуск продукции пропорциями. Тогда производственная функция, выпуск соответствующей технологии X, описывается в функции F, аргументами которой являются O1 делить на X1, ON делить на X1. Примеры таких функций, скажем, минимум из O1, ON, это как раз та функция, которая не допускала замещения производственных факторов на микроуровне. На основании этой функции были построены модели Хоутекера-Архансена, которая описывала замещение производственных факторов на макроуровне за счет того, что разные технологии могут загружаться с разной степенью интенсивности. Мы будем рассматривать более общие функции, не обязательно минимум из O1, ON. Более широким классом являются функции с постановочностью замещения, костоделластичность и субститюшн, очень популярные в этом качестве в экономической литературе. Вид этих функций приведен на слайде. Здесь ρ-параметр, который принимает значение больше и равное минус единица. Прирост стремящихся к бесконечности, вот эта функция как раз переходит в Леонтьевскую функцию. Минимум O1, ON. А при равном минус единице это линейная функция. Ну, если раскрыть по правилу Лепиталя неопределенность прирост стремящихся к нулю, то это будет степенная функция. Ей соответствует тоже очень популярная в экономической литературе функция Коба Дугласа. Мы будем предполагать, что, так же как это делается в моделях Уотекера и Ахансена, что производство по каждой технологии ограничено мощностями. То есть есть максимальный выпуск, который можно осуществить по технологии с параметрами, задаваемые вектором Х. Распределение мощностей по технологиям задается мерой, неотрицательной мерой на неотрицательном артанте РН+. И зная такую меру, можно поставить прямую задачу о максимальном выпуске продукции при ограничениях на производственные факторы. Ограничение по житому виду производственных факторов задается соотношением интеграл от функции уже от Х. Это количество житого фактора, который направляется на использование технологии Х, проинтегрированный по мере МЮД-Х, должен быть не превосходить предложение этих факторов и лжи. И вот так по каждому из производственных факторов имеется вот такое ограничение. А максимизируется выпуск, вот такой функционал. Для анализа вот этой вот задачи удобно рассмотреть двойственную функцию к F в силу преобразования Янга. Вот это преобразование написано ниже на слайде. Это информация по У, неотрицательная, в которых F от У больше нуля. Отношение скалерного произведения вектора П на вектор У, деленное на F от У. Вот это преобразование Янга – это мультипликативный аналог преобразования Лежандра. Оно переводит функции из класса положительнооднородных, вогнутых, непрерывных, на неотрицательном артанте и положительных внутри этого артанта. Функция из этого же класса, дважды примененная, возвращает функцию F от У. То есть оно инвалютивно. Давайте будем использовать такое обозначение, кружочек X, умножение кранекера двух векторов, которые ставят соответственно P и X, вектор с координатами P1 умножить на X1, Pn умножить на Xn. Тогда функция от параметров технологий и цен P на производственные факторы и цены P0 на выпускаемую продукцию определяется как разность P0 и Q, P кружочек X, где Q от P кружочек X – это себестоимость производства продукции, единицы продукции, вот со знаком плюс, то есть это максимум из нуля и вот этой вот разности P0 и Q, P0 от X. Таким образом, P – это прибыль от производства единицы продукции по технологии X. Ну, вот этой задачей распределения ресурсов соответствует макроописанию. Вот производственная функция называется функция, которая ставит соответствие вектору затрат ресурсов, производственных факторов L, оптимальное значение функционала вот в этой задаче. Будем обозначать ее как F от L. Ну, надо сказать, что вот, да, задача 1 можно доказать аналог обобщенной леммы Неймана Пирсона, которая утверждает, что, во-первых, есть вектор L неотрицательный, то задача 1 имеет решение в классе вектор функций у от X интегрируемых по мере μ. Ну, надо сказать, что казайство этого утверждения имеет, с ним связана определенная проблема. В отличие от теоремы, обобщенной леммы Неймана Пирсона, здесь не ли воспользоваться слабой созвездочкой компактностью единичного шара в пространстве L-бесконечной созвездочкой, а приходится пользоваться более тонкими инструментами типа теоремы Комблаша. Даже в простейшем случае, когда N равняется 2, и задача может быть сведена к задаче оптимального управления, вот я не нашел теорем существования решения такой задачи, которая вот соответствует задаче 1. Вторая часть этой теоремы – это просто применение принципа множества Терелогранжа, который говорит, что оптимальное решение, вот для того, чтобы у от X было оптимальным решением, в случае, когда вектор L положительный необходим и достаточно, чтобы существовали множества Терелогранжа, удовлетворяющие условиям дополняющей нежестки, такие, что если себестоимость, традиционная интерпретация множества Терелогранжа в математической экономике, это интерпретация как цен, множество Терелогранжа балансовым ограничением по ресурсам принято интерпретировать как цены на эти ресурсы. Тогда Q, P с кружочком X – это себестоимость произведенной продукции, единицы продукции. Если цена продукции меньше себестоимости, то такая технология не используется, и функция U от X равняется нулю. Если же P0 больше, чем Q от P0X, то технологии используются, и интенсивность использования этой технологии определяется тем, что на векторе U от X достигается максимум функции прибыли. Ну, как я уже говорил, описание такой отрасли производства можно осуществлять либо с помощью производственной функции F от L, можно показать, что эта функция удовлетворяет всем неоклассическим требованиям, то есть вогнута, монотонна, не убывает по аргументам непрерывно, или двойственной к ней функция прибыли, которая определяется с помощью вот такого интегрального оператора 2. Производственная функция и функция прибыли связаны между собой преобразованием типа преобразования Лежандра, то есть одна восстанавливается по другую однозначно. Более того, по функции P от P0 при слабых предположениях однозначно восстанавливается и мера μdx. Также она восстанавливается по супердифференциалу функции P по параметру P0 по цене выпускаемой продукции, которая называется в экономической литературе функцией предложения продукции, тоже зависящей от цен. Вот, так сказать, минимальные требования, которые нам будут, минимальные сведения, которые будут нам нужны относительно вот модели отрасли производства с замещением производственных факторов на микроуровне. А обратная задача, которая ставится, заключается в следующем. Дело в том, что наблюдаемыми данными являются не функции предложения продукции, то есть в зависимости выпусков от цен. А значение этих функций в конечном числе точек, так сказать, вот в разные периоды времени устанавливаются цены на производственные факторы, вектор P с индексом T большое, цены на выпускаемую продукцию, и известен объем выпущенных в этот период времени T продукции. Вот имеются вот такие временные ряды, и это есть исходная информация для анализа. И требуется выяснить, какая же производственная функция соответствует на микроуровне вот наблюдения, согласовано с этими наблюдениями. Мы будем рассматривать производственные функции из класса CES. При образовании Янга таких функций также оказываются функциями CES. Параметр ρ определяет эластичность замещения. Вот такой термин есть популярный в экономической литературе. Эластичность замещения – это единица делить на единица плюс ρ. И при образовании Янга производственные функции как эластичность замещения соответствует двойственная функция с эластичностью замещения равно единице делить на эластичность замещения производственной функции. Поэтому, предполагая, что qatp имеет такой вид, мы тем самым знаем, что ей соответствует производственная функция на микроуровне тоже CES. И вот требуется выяснить, для каких параметров ρ, вот наблюдаемая статистика, согласована с существованием неотрицательной меры, являющейся решением проблем моментов 3. То есть, в каждый момент времени Т требуется, чтобы те технологии, которые прибыльно работали на полную мощность, и, соответственно, тогда выпуск остается вот интегралом, который стоит слева в этом соотношении. Вот спрашивается, при каких ρ, наблюдаемая статистика, согласована с эластичностью замещения. Вот такую задачу при определении параметров ρ приходится решать многократно, поэтому представляет интерес выяснить, с какими геометрическими структурами связана вот эта проблема моментов. Об этом и пойдет речь в этом докладе. При его заметим, что гиперповерхности прибыльных, неправильных, но не убыточных технологий, которые гиперповерхность с условиями, что значение функции кум от p t кружочек x равняется p0t, разбивает пространство неотрицательный артант на области. Вот давайте множество таких областей обозначим через лямбду большую. И давайте каждой из этих областей v этого разбиения сопоставим в соответствии булевский вектор. Размерность этого вектора будет равна числу моментов наблюдений, то есть числу периодов времени, за которым мы имеем вот эту наблюдаемую статистику. И положим координату t вот этого вектора bt от v равной единице, если в период времени t технологии в этой области использовались, то есть были прибыльны, и нулю, если они напротив были убыточны. Вот совокупность всех таких векторов называется спектром разбиения и выделяет вершины на булевом кубе, который соответствует областям разбиения. Предложение 1 достаточно легко получаемое, из соображения двойственности, что проблема 3 разрешима тогда и только тогда, когда вектор выпусков принадлежит выпуклой конической оболочке спектра разбиения. Естественно, что при изменении параметра ρ разбиение может меняться. Собственно, вот как он меняется и представляет интерес. весом. Удобно наряду со спектром рассматривать двойственное описание, фактически составить матрицу из векторов спектра и транспонировать ее, то мы получим матрицу, в которой векторы будут иметь размер с числа областей разбиения, а число таких векторов будет равно числу моментов разбиения. Вот W с индексом Vt равняется единице, если Btv равняется единице, нулю, если Btv равняется нулю. Вот есть необходимые условия разрешимости проблемы моментов. Достаточно просто проверяемые. Если у нас есть два подможества омега-1 большое и омега-2 большое подможество всех моментов времени, такие, что выполняется неравенство Wt просуммированное по t принадлежащим омега-1 больше или равно чем омега-t по t принадлежащим омега-2 с геометрической точки зрения это означает, что области, которые соответствуют прибыльным технологиям в моменты времени множества омега-1 покрывают с учетом кратности накрытия области, которые соответствуют моментам времени из омега-1. Тогда, естественно, должно выполняться такое условие, что сумма по t принадлежащим омега-1 выпусков в период времени Yt быть больше равна, чем сумма выпусков по периодам времени t принадлежащим омега-2, если задача проблема моментов разрешена. Поэтому это естественно необходимое условие. Достоинство заключается в том, фактически проверять надо умножая, проверяя, лежит ли вектор Yt в конусе, порожденном конической оболочкой спектра, проверяя, в какой стороне лежит этот вектор на грани имеющих нормали, состоящие только из чисел 1 с компонентами 1 минус 1 и 0. И надо сказать, что в малых размерностях при t большое минус 5 это условие является достаточным. Но для того, чтобы оно стало достаточным, вообще необходимо и достаточно, чтобы этот конус был с геометрической точки зрения дискретно выпуклым. Это означает, что все вершины таких полиэдров гамма, пересеченные с таким кубом в t-мерном пространстве по каждой координате ограниченным отрезком минус 1 1. И сопряженный к нему конус гамма со звездой пересеченной с тем же кубом имели координаты, принимающие лишь одно из трех значений, чтобы все вершины вот этого полиэдра имели координаты при мощи одной из трех значений минус 1 0 1. Но начиная с размерности t больше равных 5, это вообще говоря, не выполняется, не обязательно выполняется, не для всех возможных разбиений. Поэтому вопрос о том, какие есть еще геометрические структуры, тоже связанные вот с вот этой проблемой разрешимости, это проблема моментов, поскольку ее приходится решать много раз для разных значений ru. Вот здесь выделяется случай интересный в то же время содержательный точки зрения, когда n равняется 2, то есть, грубо говоря, когда все факторы производственные делятся на производственные факторы отечественные или легко доступные и импортные в этом случае вот этот спектр, который получился на булевом кубе, можно спроектировать на плоскость, например, это можно сделать следующим образом, сопоставить каждому периоду времени t. Такой вектор на плоскости, первая координата которого равна 1, вторая координата равна t маленькая минус целая часть t большая плюс 1 пополам и тогда каждой области v мы можем поставить соответствие точку кси, которая равняется сумме по t от единицы до t большого координат спектра области v b t v умноженные на эти векторы et если мы соединим соседние смежные области отрезками то получится фигура которая называется ромбическим таллимом вот например для разбиения нарисованного слева на рисунке разбиение тремя прямыми арабически так будет выглядеть вот как такая совокупность такая фигура состоящая из отрезков ну прямые или гипер или кривые разбиения если здесь идет про функции f нелинейная пересекают оси координат оси абсцисс и оси ординат в определенном порядке при сделанных предположениях при изменении параметра ро вот порядок разбиения порядок которым кривые пересекают ось абсцисс и оси ординат фиксированы он не меняется сами положения могут меняться но этот порядок не меняется вот разбиение меняется когда из кривых разбиения при изменении параметра ро пересекает точку пересечения двух других вот тогда происходит изменение порядка вот изучать разбиение удобно также следующим образом зафиксировав порядок на оси ординат дальше можно выпускать лучи из начала координат и смотреть как эти лучи пересекают кривые разбивающие неотритие сортанта ну понятно что изменение порядка происходит тогда когда луч пересекает точку пересечения двух кривых разбиения в этот момент происходит транспозиция порядок изменяется две соседние кривые вот они меняют между собой порядок поэтому вот то что происходит вот здесь собственно и вот это написано вот мы берем луч смотрим в каком порядке на луче стангенс наклона альфа пересекает прямые как перебоязчиваются номера зафиксированные на оси абсцисс и вот при пересечении точка пересечения двух прямых происходит элементарная транспозиция пи-т альфа меняется сигма-т плюс один альфа если значит вот пересекаются кривые которые при угле а- имели порядок пи-т и пи-т плюс т надо сказать что записывая превращение альфа какие происходят транспозиции мы полностью разбиение и соответственно вот спектр разбиения тут надо сказать что транспозицию вытворяют соотношением как с термором поэтому на самом деле мы имеем дело с практическим мануэлом но если возвращаться к ромбическим таймингам то можно доказать такое предложение пусть есть порядок лямбда который задается выпусками в разные моменты времени так что y от лямбда g больше чем y от g плюс 1 если такой порядок лямбда садится в ромбическом тайминге по разбиению лямбда то проблема моментов разрешима если змейка соответствующая порядку выходит за пределы ромбического тайминга построенного по разбиению лямбда то проблема моментов неразрешима ну вот что происходит если у нас меняет порядок ру как меняется разрешимость вот этой самой проблемы моментов меняется спектр меняется разбиение и как я уже говорил происходит изменяется тогда когда при некотором значении ро три кривые пересекаются в одной точке и значит одна кривая при изменении ро проходит через пересечение двух других ромбических таймингов это соответствует флипу вот что такое флип это вот такое преобразование трех ромбов опять в три ромба но по другому расположен вот есть арема доказана в свое время Леклерком Зелевинским который говорит что два полных ромбических тайминга можно всегда перевести друг друга путем последнего применения точного числа операций флип в этом случае ромбические тайминги не полные потому что вот границы верхняя и нижняя они зафиксированы они определяются вот порядком пересечения кривыми оси абсцисс и ординаты при изменении параметра ру они не меняются но можно доказать что тем не менее теорема Леклерка Зелевинского верная в этом случае это было сделано Евгением Геннадьевичем Молчановым надо сказать что вот эти алгоритмы мы применяем для оценки эластичности замещения на микроуровне для отраслей российской экономики тех которые существенно зависят от импортных производственных факторов ну вот на эту тему есть определенная литература вот я здесь ее привел спасибо большое спасибо Александр Алексеевич давайте поблагодарим какие будут вопросы уважаемые коллеги Александр Алексеевич вот у меня такой может быть наивный вопрос вот когда у вас принимают значение минус 1 0 1 были точки да бесконечности бесконечности один не особенно выделяется именно такие тройки да вот ρ равное минус 1 соответствует для производственной функции что производственные факторы полностью заменяем в случае ро с темпом приростом бесконечности минимум это означает что отсутствует замещение производственных факторов на микроуровне вот предельно соответствует вот американские коллеги считают что вот это более адекватно для такого регулирования когда происходит грубо говоря по смете то есть деля в определенных пропорциях на каждый вид производственных факторов в величине расходов не происходит изменения в количественном происходит за счет изменения цен то есть вот цен нужная нам стоян вот это соответствует вот этой производственной функции Куба Дугласа спасибо у нас знаете о проблеме моментов уже несколько докладов было но вот чтобы к экономике это часто так приводит к проблеме моментов ну это фактически ведь задача томография если взять посмотреть на преобразование 2 то и подеференцировать по П0 то это будут интегралы по вот этим гиперплоскоз гиперповерхностям по неполным данным поскольку П не отрицательный то есть не по всем возможным направлениям а только вот скажем если Ку линейная функция то это просто классическая томография преобразование радона вот а особенность вот этой вот задачи здесь экономической то что здесь большой интерес представляет именно теорема существования а если говорить с точки зрения томографии то вот здесь не так как скажем медицинская томография когда направление выбирают так чтобы с наилучшим ну достичь наилучшего разрешения здесь как бы вот точка система точка она заодно такой наблюдалась тогда это вот приводит к таким геометрическим структурам спасибо большое коллеги есть ли еще вопросы может быть в зуме так если нет то еще раз большое спасибо Александр Татьянович за ваше участие за интересный доклад спасибо коллеги следующий доклад у нас из Парижа Роман Геннадьевич Новиков здравствуйте Роман Геннадьевич пожалуйста сейчас виден ли мой слайд да все все видно да минутку да тогда я в принципе готов начинать когда пожалуйста пожалуйста Владимир прежде всего я поздравляю еще раз Владимира Гавриловича Романова с 85-летия и для меня большая честь мне очень приятно делать доклад на этой конференции я уже делал доклад и на прошлой неделе и мне очень приятно делать доклад и сейчас и я буду рассказывать о наших совместных результатах полученных с Искандером Масановичем Таймановым из Академгородка Новосибирска и я буду говорить о нейрмитовой квантовой механике и например свойстве унитарности оператора рассеяния в этом случае более точно мы рассматриваем уравнение Шадингера мы рассматриваем оператор Шадингера H в размерности 1 и выше для начала самый простой с некоторым регулярным быстро убывающим на бесконечности комплексно значным потенциалом мы показываем что в размерности 2 и выше свойства унитарности оператора рассеяния для этого гамильтаниана при высоких энергиях влечет вещественность потенциала то есть свойства эрмитовости наоборот в размерности 1 мы строим комплектно-значные экспоненциально локализованные солитонные потенциалы для которых оператор рассеяния является унитарным при всех положительных энергиях из так называемой ненарушенной ПТ-симметрии что это такое я скажу через несколько минут мы также представляем примеры комплектно-значных регулярных быстро убывающих на бесконечности потенциалов с вещественным спектром размерности 3 и формулируем направление дальнейших возможных исследований и пока это еще наш припринт припринт 23-го года в частности этими результатами мы вносим вклад в вопрос можно ли использовать фундаментальной квантовой механике неэрмитова гамильтониана дело в том что долгое время считалось что только эрмитовы гамильтонианы могут иметь фундаментальное значение в квантовой механике а если они не эрмитовы то это можно использовать только для феномиологических целей и эти исследования имеют длинную историю и рассматривают в частности такие вопросы как вещественность спектра унитарность оператора рассеяния и унитарность оператора эволюции по времени для неэрмитовых гамильтонианов история этих исследований включает в частности гипотезу Безиса Зин Жустана которую они сформулировали работая в центре ядерных исследований во Франции в 93 году ну вот например Зин Жустан он в настоящее время член французской отдельности наук в свое время он заканчивал экольт политехник что интересно что о нем я узнал не во Франции а от профессора Тайманова первый раз ну и это гипотеза которую они сформулировали которая была доказана другими авторами в 2001 году состояла в том что для одномерного оператора Шадингера с чисто мнимым потенциалом с потенциалом V равным i x в кубе спектр является чисто вещественным ну и далее начиная с 1998 года теория нейромитовой квантовой механики очень интенсивно развивалась в значительной степени благодаря усилиям американского физика Карла Бендера и его коллег в частности они рассматривали потенциалы которые удовлетворяют так называемой ПТ симметрии то есть такие что V от x равняется V от минус x с чертой и связанные с этим результаты ну и кроме того нашими результатами касательно унитарности оператора рассеяния мы также вносим клад в характеризацию в обратной задачи рассеяния ну и наши методы используют методы обратного рассеяния и методы теории солитонов чтобы ввести некоторые определения для формулировки наших результатов мы рассматриваем волновые операторы и оператор волновые операторы W плюс минус оператора рассеяния S которые определяются по стандартным формулам определения волновых операторов определения оператора рассеяния и это хорошо известно что для случая вещественного быстро убывающего на бесконечности потенциала то есть в эрмитовом случае вот пределы определяющие волновые операторы существуют в сильном смысле в L2 на Rd и оператор рассеяния является унитарным то есть выполнены вот такие соотношения 4 далее напомним что в импульсном представлении оператор рассеяния может быть представлен как интегральный оператор вот с таким вот ядром сначала идет дельта-функция соответствующая тождественному оператору потом идет интегральный оператор который включает в себя функцию F которая называется амплитуда рассеяния такое представление хорошо известно в теории рассеяния и функция F возникающая в этом представлении для оператора рассеяния называется амплитуда рассеяния фиксированная энергия она определена вот на таком стандартном многообразии фиксированной энергии которая является произведением двух сфер радиуса корня из е ну и свойство унитарности оператора рассеяния в терминах амплитуда рассеяния записывается вот в таком вот интегральном виде формула 7 ну и теперь мы можем сформулировать первый результат нашей недавней работы мы рассматриваем скажем пространство функций n раз дифференцируемых в l1 ну и с некоторым дополнительным убыванием на бесконечность вот такое вот пространство где параметр s отвечает за некоторое дополнительное убывание на бесконечности по сравнению с обычным l1 ну и тогда наш первый результат состоит в следующем что если v является комплексно значенным потенциалом таким что он принадлежит вот этому классу n раз дифференцируемых функций в l1 с несколько более быстрым убыванием для вот числа n для некоторого числа n которые больше чем размерность минус 2 и для некоторого s больше нуля в размерности 2 и выше тогда свойства унитарности оператора рассеяния выполнено для произвольно больших энергий влечет вещественность потенциала ну вот первый результат показывающий что в некоторых случаях в некоторых естественных важных случаях унитарность оператора в обычном смысле влечет таки вещественность потенциала мы этот результат доказываем при несколько более слабых предположениях вот чем предположение 9 к этим предположениям я вернусь еще через несколько минут в классе же потенциалов из класса Шварца такой результат следует вот из вот этой вот более старой работы если потенциал если потенциал принадлежит классу Шварца основная идея доказательства нашего результата с Таймановым состоит в том состоит в следующем мы используем что при больших энергиях амплитуда рассеяния переходит в преобразование фуриер потенциала с некоторым убывающим при росте энергии остатком при больших энергиях преобразования при больших энергиях амплитуда рассеяния превращается в преобразование фуриер потенциала и кроме того мы доказываем и используем тот факт что интегральное слагаемое в свойстве унитарности для амплитуды рассеяния тоже стремится к нулю при росте энергий вот то есть если мы посмотрим на свойства унитарности записанные в терминах амплитуды рассеяния то интегральный член при больших энергиях стремится к нулю амплитуда рассеяния при больших энергиях переходит в преобразование фуриер от потенциала и отсюда мы получаем что преобразование фуриер от потенциала удовлетворяет вот такой вот симметрии которая в свою очередь влечет в вещественность которая в свою очередь ведет в вещественность потенциала то есть идея доказательства достаточно простая и может применяться и во многих других случаях в размерности G1 используя ту же идею те же идеи мы получаем только что интеграл потенциала или преобразование фуриер в нуле является вещественным числом для доказательства вот этих вот формул 10-12 при больших энергиях мы используем технику восходящую к Фадееву которая потом развивалась Эскеном Рассеном вот в этих годах там предполагалось в этих работах что там условия на потенциал формулировались не в конфигурационном а в импульсном пространстве вот с использованием вот такого пространства Гельдеровских функций с убыванием на бесконечности в импульсном пространстве ну и в итоге наш способ доказательства основной теоремы он в итоге получился весьма простым и может быть обобщен на многие другие случаи можно например предполагать что потенциал является дважды гладким и просто убывает на бесконечности несколько быстрее чем Кулоновский мы ожидаем что вот наше доказательство пройдет и в этом случае так же как и во многих других так же мы ожидаем что это наше доказательство пройдет и для случая многочастичных операторов Шадингера то есть в некотором смысле этот наш первый результат показывает что не так просто для комплексных получить унитарный оператор рассеяния что подтверждает мнение что в принципе в квантовой механике фундаментальная гамильтаниана должны быть эрмиттовы но далее мы получаем результаты и в другом направлении например мы дополняем нашу первую теорему тем замечанием что для малых потенциалов удовлетворяющих нашим условиям что они комплексные регулярные достаточно быстро убывают на бесконечности что в размерности 3 их спектр является чисто вещественным ну и совпадает с полуосью от нуля до плюс бесконечности но мы это замечание достаточно простое представляем в связи с очень большим интересом к комплексным гамильтанианам с вещественным спектром ну вот как я уже говорил все это направление в значительной степени возникло с гипотезой Безиса Зинжустана касательно того чтобы для такого чисто мнимого потенциала спектр является вещественным ну и мы дополняем эти рассмотрения вот этим простым замечанием что в размере 3 для всех малых потенциалов вещественных комплексных главное чтобы малое весь спектр будет вещественный далее ситуация сильно меняется если мы находимся в размерности 1 или если мы отказываемся например от свойства убывания потенциала на бесконечности во всех направлениях в многомерном случае так далее в размерности 1 мы рассматриваем комплексный солитон В он комплексный потому что вот его параметры Капа и Зетта являются комплексными числами для вещественных параметров Капа и Зетта это классический безотражательный вещественно значный солитон надо сказать что вот такой солитон он и для комплексных параметров рассматривался в литературе ну например в том контексте что он допускает в силу уравнения как вега де фриза blow up за конечное время вот в таком контексте он в литературе рассматривался лет 10 назад мы мы используем вот такого типа потенциал для того чтобы сформулировать наш следующий результат из нашего припринта этого года результат состоит в том что для этого комплексного потенциала где мы предполагаем что параметр каппа вещественный больше нуля мнимая же часть вот этого параметра не равна нулю по модулю пи пополам тогда в частности этот потенциал является бесконечно гладким на вещественной оси экспоненциально убывает на бесконечности его мнимая часть является ненулевой и оператор рассеяния вот для такого потенциала является унитарным при всех энергиях то есть в отличие от многомерного случая в одномерном случае ситуация совсем другая и вот простейший явный пример что это возможно ну этот результат можно доказывать разными способами например с помощью преобразования дорбу используя эту технику которая представлена вот в обзоре Тайманова Царева по преобразованию дорбу и имутара можно и другими кроме того для этого потенциала при условии кроме того для этого потенциала спектр является вещественным и состоит из положительной полуоси и отрицательного числа минус каппа в квадрате где каппа это параметр формули для этого комплексного солитона кроме того если второй комплексный параметр Z является чистым нимым тогда соответствующий оператор Шеддингера имеет ненарушенную пета-симметрию но это означает то что все собственные функции оператора Шеддингера с таким потенциалом тоже удовлетворяют вот такой вот симметрии что Psi от X равно Psi от минус X чертой где Psi это собственная функция Далее используя эти комплексные солитоны мы можем строить примеры и в многомерном случае в частности если мы в размерности D возьмем сумму просто наших одномерных солитонов комплексных вот такого вот вида то в итоге получится потенциал в размерности D комплексно значной и оператор рассеяния у него будет унитарным уже в многомерном случае но этот потенциал он не убывает во всех направлениях но это показывает что и в многомерном случае возможно унитарность оператора рассеяния то есть сохранение числа частиц в процессе рассеяния без предположения вещественности с другой стороны мы отмечаем с другой стороны нужно отметить что если мы теперь рассматриваем оператор эволюции E в степени минус И H T то тогда этот оператор эволюции в обычном скалярном стандартном произведении может быть унитарным только если только если оператор H только если оператор H является эрмитовым самосопряженным ну вот эта простая выкладка это показывает однако с другой стороны если оператор H обладает ненарушенной ПТ-симметрией тогда как было показано вот в этой статье Бендера с авторами можно построить другое скалярное произведение вместо стандартного так что унитарность вот этого оператора в другом скалярном произведении будет выполнена ну и изучив это направление мы заметили что здесь в окрестности есть еще много открытых вопросов которые представляют интерес как в рамках ненарушенной квантовой механики так и просто с точки зрения обратных задач обычных ну вот например по-видимому результат нашей теоремы 1 имеет аналог при фиксированной положительной энергии если потенциал является функцией с компактным носителем или экспоненциально убывает на бесконечности типа как вот в этой моей работе 1994 года я далее естественным является вопрос об исследовании возможности унитарности оператора рассеяния для более сложных для более сложных гамильтанианов для более сложных операторов шадингера чем наш простейший рассмотрит и в начале возможно для операторов где коэффициенты являются сингулярными или допустим для операторов шадингера в магнитном поле в общем для более сложных гамильтанианов это тоже еще не исследовано что касается наших примеров где мы даем солитонный потенциал комплексно значный для которого оператор рассеяния является унитарным то это можно распространить намного солитонный случай далее вот еще пару замечаний уже просто относящихся полностью к области характеризации в обратной задаче рассеяния в одномерном случае если мы рассматриваем комплексно значительно регулярный потенциал достаточно быстро убывающий на бесконечность в размерности 1 то если S является оператором рассеяния для некоторого вещественно значенного потенциала V с дискретным спектром E1 EN тогда имеется множество комплексных потенциалов потенциалов с ненулевой мнимой частью множества потенциалов Vc с тем же самым оператором рассеяния S что и для исходного вещественного потенциала для всех положительных энергиях с теми же самыми точками дискретного спектра E1 EN и что множество таких потенциалов имеет размерность n по числу точек дискретного спектра ну и наконец в рамках всех этих рассмотрений и большого интереса к потенциалу спектр симметрии является естественным и интересным вопросом полной характеризации данных рассеяния оператора рассеяния и дискретного спектра с их дополнительными характеристиками для регулярных быстро убывающих комплексных потенциалов удовлетворяющих ПТ-симметрии в размерности 1 типа как это было сделано в работах Фадеева Марченко Дэйфта Трубовица ну и наконец нужно отметить что все эти рассмотрения они представляют интерес не только для квантов не только в рамках квантовой механики но вот например как отмечает Бендер ведь уравнение Шедингера нестационарное оно возникает в рамках параксиальной аппроксимации и для уравнения Гельмгольца электродинамики или акустики ну и поэтому имеются также уже много публикаций которые переносят результаты полученные для комплексных гамильтонианов в квантовой механике к интересным эффектам для задачи рассеяния электромагнитных или акустических волн в рамках параксиальной аппроксимации то есть я хочу сказать что это в настоящее время весьма популярно весьма популярное направление исследований где имеется много интересных задач ну вот некоторая литература приведена дополнительно в конце доклада касательно вот например эти публикации от которых мы отталкивались так что я думаю что это направление эта тема очень подходит к modern challenges of inverse problems проблемам современным проблемам в области обратных задач хотя здесь есть и много того что обычно в обратных задачах еще не рассматривалось спасибо за внимание спасибо роман геннадь за очень интересный доклад это действительно modern challenges вот у меня вопрос вы когда говорили об общениях назвали систему уравнений максвелла акустики ну а в этом смысле максвелл и акустиков в некотором таком объединении это так образно говоря это система уравнения теории упругости когда-то по предложению Людвига Дмитриевича Фадеева Анатолий Семенович Алексеев применил метод применил идеи обратных задач для системы уравнения теории упругости как вы думаете если совсем на перспективу можно ли вот ваши идеи на систему уравнения теории упругости распространить ну я думаю что так как все это переносится на акустический случай а акустический случай это частный случай теории упругости то вот стало быть и ответ вот то есть думаю что можно да и будут какие-то интересные акустические или упругие объекты с интересными неожиданными свойствами иногда эти свойства очень ценятся в рамках как это называют нестандартных материалов да да вот спасибо большое коллеги будут ли еще вопросы в зуме или в зале маленькое замечание да можно да да пожалуйста спасибо за интересный доклад роман но акустический случай не частный случай упругости это один случай интересный случай теории упругости но не частный ну да но там есть параметры ро лям дэ мю если там при некотором специальном выборе уравнение упругости переходит в акустическое уравнение коллеги я как бы это имел ввиду понятно спасибо есть ли еще вопросы так ну если нет еще раз большое спасибо роман геннадий за следующий доклад профессор алимдар хасан аглу наш спасибо коллега и друг из турции пожалуйста мне нужно самому делать скринчер или выбрать одну секундочку одну секундочку да алимдар вы можете поделиться экраном все все да спасибо но мне хотелось бы это конференция посвященную являю Владимиру Гавриловичу мною очень уважаемому ученому делать на русском языке так как предыдущие коллег это делали я думаю что здесь нет проблем но вот я хотел бы обсуждать вопрос обратной задачи когда финального времени можно ли определить правую часть волнового уравнения или уравнением вибрации мы знаем что в 1935 году Андрей Николаевич Тихонов в связи с исследованием геофизик исследовал первые равнения теплопроводности на полуплоскости и доказал единственность ограниченного решения но вот с тех пор теория обратной задачи что вошли новые физические оправданные кладки можно ли определить правую часть скажем другие параметры когда мы знаем результаты эксперимента конечно финального времени года бурного развития обратных задач примерно 40-40 лет тому назад но многие люди думали что это можно делать в других равниях в частности для равни волнового и вибрации и вот как-то во время написания нашей совместной книги Владимиру Гореловичем мы как-то показали что оказывается когда правая часть которая зависит от пространства переменного вот для того чтобы можно было определить финальное время ему нужно чтобы это число было иррациональное число и потом это было проверено но оказалось такой же такой же результат негативный имеет место и в случае уравнения Элли Бернольна вибрация вот об этом я хочу рассказывать вот и вот ну вот покажу сначала вот эту вот стандартная модель длинного моста которая которую сейчас очень и очень в литературе особенно в инженерной литературе обсуждается в связи с синхронными и асинхронными нагрузками скажем метро железной железной дороги в длинных мостах задача состоит ну конечно в одном случае уравнение проблем моделироваться Элли Бернольна в некоторых случаях Тимашенко уравнение и вот мы будем эту проблему обратно задачу обсуждать в рамках вот этой модели проблема состоит в определении правой части f в задаемой прямой задаче когда известно перемещение Т большое вот конечное время значит сначала я отмечу что вот эти исследования было начато Владимиром Гавриловичем потом разные аспект исследования вот в связи с другими случаями моим бывшим аспирантом сейчас доцентом университета Мальта Байсалом и также моим бывшим аспирантом доцента индианнисту то есть технологии вот те результаты которые сегодня в уроке рассказывалось они опубликованы с Владимиром Гавриловичем вот совместно в журнале Inverse Правленс вот дальше значит тоже с моим бывшим студентами в журнале Inverse Post Правленс за следующее время мы исследуем математическую модель электронных атомных макроскоп и вот новые результаты для двумерных плей опубликован в Правленс и также в Inverse Правленс Александром Кавана вот вот но этими приложениями в связи с ограниченным временем приложениями микроскопа двумерной модели и буду рассматривать я буду обсуждать очень простые случаи то есть как это вот дампинг параметр похож на реализация примерно вот такого уровня будем рассказывать вот дальше значит основные вопросы нас интересуют вот следующий а можно ли определить fx из финального времени если нам задано перемещение или скорость второй вопрос если есть то какой играет вот этот главный коэффициент при УТ который называется дампинг параметр можем сказать параметр нагрузки коэффициент нагрузки должен сразу отметить что два вида нагрузки есть вот это и хельвин бойк нагрузка здесь это хельвин бойк не рассматривается но мы этот проблем тоже исследовали и тоже опубликовали в журнале инверстр оказывается что вот когда кельвин бойк дампинг это как бы коэффициент при У четыре производного по х одно производное по Т оно играет позитивную роль в гладкости решения как прямо так и аджоинт фронт сопряженной задачи мы будем обсуждать когда произносим тампинг параметры это mu которое называется интернет тампинг параметры итак первый вопрос можно ли определить единственного же если да то какова роль вот этого тампинг члена mu умножить на UT дампинг терм вот и последнее если да то три основные параметры входные параметры финальное время t здесь dumping коэффициент mu а также g of t это правая часть мы здесь в этой модельной задачи предполагаем что правая часть separation of arrival g зависит так вот при любом ли gt определяется или какие условия должны подчиняться вот эти три входные данные при какой взаимосвязи между ними можно определить единственным образом функции f of x над финальным временем ну условия у нас наши попытки используем слабое решение поэтому условия минимальные минимальные и естественные почти все взяли два за исключением начальника речи условия так и ну вот часть то что начато было в нашей книге с Владимиром Гавриловичем вот почему мы исследуем это а вторая причина здесь именно показано изложено в том что вот для простейшего уравнения волнового уравнения вот когда мы хотим определить правую часть f of x вот если мы хотим определить f of x значит t финальное время должно удовлетворить этому условию а это условие означает не может быть рациональным числом и таким образом если не выполнять это условие то какие-то бесконечное число сингуляр сингулярное значение равно нулю но тогда в разложении 6 как значение нуля очевидно в этом случае единственным образом нельзя вот таким образом критерий Пекара не выполняется и в общем-то задача является так называемой unphysical дампинг не имеет смысла подходить и дать постановку но нам нужно подчеркнуть что вот в этом волновом уравнении нет дампинг это так называемый undamping вайдеку волновый уравнение без члена дампирования дампинга дальше дальше вторая причина почему мы исследуем вот эту проблему вот впервые в статье банк спокойно известный очень известный инженер иноман они обнаружили что в принципе экспериментально обнаружили что дампинг параметр фактически меняет физическую натуру задач процесс колебаний вот и и поэтому для различных эксперимента имея различие экспериментальные данные они выдвинули гипотезу о том что о том что значит если в реальных моделях не учитывать параметр то вы исследуете совершенно другую физику нереальную ну вот исходя из этого первый вопрос был поставлен а как этот вот дампинг параметр влияет на задачу давайте это вот посмотрим показывает следующее если мы берем вот вот видите поведение решения прямой задачи ну прямая задача вот уравнение эллер-бернолле мюте вот мы можем ноль взять андампинг так называемый амплитуды высокие если очень слабые дампинг чуть ниже функциональные чуть-чуть еще ниже будет следовательно отсюда возникает идея когда мы используем регуляризирующий параметр чтобы флюктуацию уменьшить вот вот и это дает такую идею о том что как бы данный параметр похож на параметр регуляризации а конкретно детальный анализ показывает что если мы вот победим показывает поведение вот роль этого параметра это почти такой же роль альфа у тех на регуляризиров функционала техного вот мы знаем что после регуляризации мы имеем нормальный уравнение или на языке вот интегральное уравнение первого рода и получаем что где вот это f input output оператор входа выхода получаем нормальное уравнение вследствие регуляризации которое имеет здесь решение точно так же точно так же когда мы на языке сингл вместо сигма n появляется сигма n плюс альфа демокс если детально анализировать то есть как бы он отдаляет сигму от нуля и вот точно такой же происходит дампинг парамет когда мы исследуем проблеме Эллер-Берноллева вибрация без дампинга получать вот такой сигма с дампинг экспоненциальный вот термин перед синусом вот и весь секрет ну он у меня осталось 15 минут правильно или 17 20 Ваш голос не слышно, знаете? А мой голос слышно? Вопрос, да, сколько осталось? Сколько осталось? Сколько осталось? Сколько осталось? Профессор Хасан Агул, 12 минут еще есть? 12 минут еще. Спасибо, дорогой Сергей. Пожалуйста. Все, я просто... Спасибо большое. Мой голос хорошо слышен, Сергей? Хорошо. Хорошо слышно. Отключи микрофон. Да, все, хорошо слышно. Все, спасибо. А, спасибо, дорогой Вахтин. Спасибо. Ну вот давайте смотрим, вот оператор... И находим... И вот в этих полеугольных смехах есть тампинг-параметр, когда она меньше лябда-н спектр реального значения, когда равно, или равно, когда больше. Они имеют четкие физические смыслы, которые следует отдельно исследовать. То есть, когда задан дампинг-параметр, оно четко связано с собственным значением оператора, и каждый из этих три случая называется «Underdumping», «Critical Dumping», «Overdumping» и «Overdumping» случаи, и вот это... Ну вот, это лямба говорит о том, что если мы имеем input output оператор, тогда сингулярное значение определяется таким образом, и мы имеем такое вот представление сингулярное экспансии. Ну вот, вот эти случаи, когда дампинг-параметр, меньше, равно и больше, они вот... Очень слабое дампирование, критикальное дампирование и овердампинг в случае. Так вот, вот эти подготовительные результаты, после этих результатов, мы доказываем, что если правая часть, которая зависит от T, между правой частью, финальное время T и дампинг коэффициентов выполняется вот это неравенство, тогда задача, обратная задача имеет единственное решение. Сразу возникает вопрос, а это неравенство как реализуемое, легко проверяемое или нет? Давайте посмотрим, рассмотрим типичный случай. Первый случай, как бы это просто анамулея правой части, чисто зависит от T. В этом случае, в этом случае, это основное неравенство, то есть достаточное условие 8, выполняется при больших всех финансах. То есть достаточно взять просто финальное время в большое значение. Большое значение сделать, наблюдение это означает. Вот. Вот. Рассмотрим случай вот это, так называемый хрид калид дампинг. И в этом случае мы получаем также это основное неравенство, то есть достаточное условие, выполняется также просто для больших T финального времени. И когда значение G, T финальное время больше этой нормы. Вот. Ну вот, все это позволяет нам построить для простых инженерных задач. Что такое простые инженерные задачи? Когда коэффициент постоянной вибрационной модели, алгоритм решения обратной задачи, базированной на singular value expansion. Транквейт усеченный. Вот. Маши исходимости, вот, это ПК разложение. Нужно, чтобы и финальное время выполнял это условие согласования, потому что вот это условие исходимости требует N4, а производство Соболевского пространства через Fourier-транспор мы знаем, что финальное, то есть measured output, экспериментальный. Вот. Если это условие выполняется, то мы имеем единственное решение, мы можем использовать коэффициенты простым алгоритмом, базированное на усеченной половой части. Вот несколько конкретных. Да. И вот с помощью высшей мазолема мы просто сложим таблицы, когда, в каких случаях какое t финальное можно найти. Вот здесь написано gt. Это так называемый time-harmonic case, когда gt есть косичь омега частота. Вот четкая таблица показывает, в каких случаях вы какие данные должны выбрать. Ну и вот для этого случая мы вычисляем аналитические симулярные значения. И вот результаты счета, когда мы берем просто от 6 до 11 членов. Эти результаты были получены конкретно по заказу инженеров в университете Сан-Паулу, за что нам дали грант, где я находился некоторое время в Бразилии. Там есть очень сильнейший department of nanotechnology, где вот такие эксперименты делаются. Дальше. Возникает вопрос, а если для общего случая коэффициенты не постоянные, тогда можно, как известно, делать, значит, Тихонов функционал вести, ну и вот стандартным методом найти градиент, мы нашли градиент, вот это. Ну и градиентный метод. Вот это результаты по градиентному методу. По градиентному методу. Вот. Есть сравнение, эти алгоритмы у кого-то минус, у кого-то плюс. Если очень коротко, для простейших задач конкретный грант алгоритм работает быстро, удобно для использования, а для сложных задач алгоритм, базирующий на минимизации типовой функционал. Наверное, этим я закончу мой доклад. Вот. Я еще раз хочу поздравить профессора Романова, вот, Владимира Гаиловича, и пожелать ему вместо с Ниной Дмитриевной счастья, долгих лет жизни, здоровья и еще много-много творческих успехов. Хочу выразить свою благодарность профессору Сергею Кабаниеву и Максиму Шишлене за это приглашение. И также благодарю слушателей, которые вот слушали этот скучноватый доклад. Ну и последок юбилей, это замечательная традиция, и лучше все эта традиция соблюдается в России. Мне очень приятно докладывать в этом, потому что мы в одно время так плодотворно работали вместе с Владимиром Павловичем, что я почти неделю, две недели один раз ему звонил по телефону. Вот, это мы в одно время столько публиковались в журнале «Inverse problems», я помню, в 2021 году, в 2010-2021 году, и нас даже ревновали, сказали хватить. Вот, спасибо огромное. Я, наверное, закончил. Спасибо большое, профессор Алимдар Хасанов-Белго. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы? Ну, у меня, дорогой Алимдар, у меня спасибо, слова благодарности за доклад и за поздравление Владимиру Гавриловичу. Научная школа. У вас за спиной мы видели портрет основателя школы по обычной математике, академика Самарского. Мы знаем, что вы тоже принадлежите большой школе. Вот, значит, это вот Самарский. Да. Вы научный руководитель. Вот. Я, конечно... Так, вопросы есть, да? Да, пожалуйста, коллеги, в зуме. Пожалуйста, представьтесь и говорите вопросы. Вы? Да, пожалуйста. Максим Министерский. Уважаемый Алимдар, спасибо большое за доклад. Подскажите, пожалуйста, вы не исследовали степень убывания сингулярных чисел? То есть вы их не строили, когда применяли транкеты и сведения? Да. Да, да, да. Есть? Я могу... Конечно. Конечно. Я... Да, да, да. Степень убывания. Ну вот... Потому что я, возможно, не увидел. Одну секунду. Вот. Это вот решение, да? А вот... Сейчас страницу я... А вот степень убывания... Ну ничего. Нормально. Вот если так покажу, видно, да? Ну, в принципе, да. Да, видно. Хорошо. Я тогда отправлю вот книгу в второе издание с Владимиром Гавриловичем, да? Пидифифаем. Вот эти страницы... Я слышал в втором издании. Покажу, что в этих страницах для разлива с Ча и Кантелевра Бим есть интересные графики, как убывают сингулярные варианты. Хорошо. Спасибо большое. Тогда пришлите, пожалуйста, да, интересные посмотрители. Спасибо за доклад. Так, уважаемые коллеги, еще раз скажем спасибо. Пожалуйста. Профессор Агендар Гасамагин. Вот. Ну, по расписанию у нас еще десять минут до начала доклада. Спасибо. Я знаю, многие сейчас собирались подойти к этому докладу. Поэтому, может быть, мы немного подождем. У нас кофе-брек есть. И я коротко... Еще не закрыть. Завтра еще доклады. Возможно, и послезавтра. Мы сами не ожидали, что вот так много желающих будет выступить на этих двух конференциях. Многие по два раза выступали. И Роман Геннадьевич Новиков, и Алимдар Хазан Агул. Многие. Вот. Ну, это говорит о такой мощности Сибирской школы обратных задач. И российской в том числе, потому что наследники знаменитой тройки открывателей и основателей обратных некорректных задач Тихонов, Иванов, Лаврентьев, они все выступили здесь. Это Владимир Гаврилович Романов, Владимир Васильевич Васин и Анатолий Григорьевич Егола. Несмотря на недомогание, он все-таки присутствовал, и доклады были. В этом смысле, конечно, очень приятно. Я могу и о себе сказать. У меня тоже юбилей в этом году. 50 лет знакомства с Владимиром Гавриловичем Романовым. Я немножко потом скажу об этом. Так вот в 2003 году пришел на кафедру, сразу записался к Владимиру Гавриловичу, получил задачу. И 50 лет. Я вам скажу так, коллеги. Если ваш научный руководитель, ну как и родители, научный руководитель жив, здоров и активен, то вы еще молоды. Значит, можно спокойно быть. Всегда можно прийти, спросить, посоветоваться. Ну и подольше бы так было и у меня, и у всех нас. Вот. И поэтому, конечно, мы очень волновались. Такой большой наплыв докладчиков. Поэтому мы продолжим конференцию и 9-го, и, возможно, еще 10-го доклада будем. Многие 10-го. Можно добавить? Да, пожалуйста, профессор. Пожалуйста. Когда я спросил бы, мне сказали, что 12 минут осталось. Теперь осталось. То есть вы изменили меньше. Это, конечно, шутка. Но вот я хотел бы добавить словам Сергея следующее. Я тоже был докторантом. Мой научный руководитель, царство небесное, Александр Андреевич Самарский, работал академиком, да? И возрастом был моложе, чем Владимир Гаврилович. И Тихонов был деканом нашим. То есть до 91-го года я был на ВНК. Но они, начиная, скажу, с 85-го, с 84-го года, они не были уже активны. Владимир Гаврилович до сих пор очень активный. И это, наверное, единственный человек, который знает почти все области обратных задач. Вот это особенно нужно, чтобы все знали. То есть он может войти для него в новую область обратных задач. Например, он никто не занимался вибрацией. И там найти то, что нужно. Значит, я этого не видел ни Тихонова, ни Самарского. Вот это его главное особенность. Так, уважаемые коллеги, у нас остается 5 минут до начала доклада. Если есть еще желающие что-то сказать, выступить... Насколько я знаю, еще 3-4 человека должны подойти. Хочу еще добавить, что научное дерево, школа Владимира Гавриловича Романова, если к ученикам добавить учеников-учеников, то есть научных внуков, то это мощная сила, потому что вот здесь присутствует Алексей Владимирович Пиненко, заместитель директора Института вычленной математики и математической геофизики. Аспирантуру Алексей Владимирович здесь проходил, в Институте математики, а сейчас успешно управляет институтом, который основал Горя Иванович Марчук, и пришел поздравить из научных внуков Максим Александрович Ленин, тоже вот зам директора. И Марчук Игорь Владимирович, декан Мехмата, он тоже на нашей кафедре был, дипломную написал, потом шел в теплофизику и там успешно руководил, и вернулся деканом на Мехман. То есть научная школа, которую возглавляет Владимир Гаврилович Иванов, она во многом успешна и в плане науки, и в плане такого научно-организационного. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, только что я про вас говорил, что вы идете здесь, дипломно изучали на нашей кафедре. Ну что ж, уважаемые коллеги, начинаем доклад. Владимир Гаврилович, сейчас. Сережа, можно туда? А мы так сделаем, чтобы вас было видно. Ну, прежде всего я хотел поблагодарить выступающих, предыдущих докладчиков, которые сделали очень интересные доклады. Я с удовольствием слушал их из дома, потому что мне там виднее онлайн, чем вот здесь, так сказать, из ряда. Ну, с удовольствием большим благодарю всех пришедших послушать мой доклад. Также я буду рассказывать об обратных задачах для нелинейных сравнений. Это просто два результата, которые я расскажу. Здесь не будет никаких обзоров. Я с удовольствием слышал обзоры Романа Новикова за двух лекциях и об обратных задачах. Вот рассеяние для уравнения Шреддингера, но и другие сопутствующие задачи он рассказывал. И с удовольствием узнал о новом направлении исследований, которое рассказал Михаил Хлебанов. Очень здорово. Это «Игры среднего поля». Мне понравилось. Я читал уже несколько его работ. Ну, и все остальные доклады мне тоже понравились. Я их с удовольствием послушал. Но то, что я хочу рассказать, оно просто связано с обратными задачами для нелинейных уравнений. Обычно в литературе довольно много исследований, связанных с нелинейными уравнениями. Это уже продолжается не первое столетие. Но вот в последнее время привлекло это внимание лет 50-60, как начало развиваться те стороны, что это оказывается решение нелинейных уравнений, обычно эволюционных. Обычно существует на конечном промежутке времени, а дальше они исчезают, уходят в бесконечность. Конечно, существуют определенные классы, которые продолжаются до бесконечности. И вот это всегда интересует исследователей. Но в последнее время появились также работы, связанные с гиперболическими уравнениями, я именно о них буду говорить, в которых рассматриваются обратные задачи. При этом, конечно, всегда как-то невольно приходится оговаривать ситуацию, что решение должно существовать в обратной задаче, то есть не уходить на бесконечность. И это частенько оказывается, и вот то, что у меня будет, что решение в принципе уходит на бесконечность при некотором Т большом. Так, но в окрестностях характеристического конуса, когда движется волна, оно существует по крайней мере в малом. То есть для наблюдателя решение существует в определенный момент времени. И вот эта информация может быть использована в обратной задаче для определения коэффициентов. Несмотря на то, что решение, так сказать, в целом вовсюду по области может не существовать. Однако на фронте, вот область, она существует и, так сказать, может быть измерена поэтому. Так, ну давайте перейдем к делу. Значит, я вот здесь в начале перечислил А, я это было, проскочил сразу. Вот мне некоторые, привел примеры некоторых публикаций, связанных с нелинейными уравнениями. Говорить я о них не буду, потому что времени недостаточно. Ну и к тому же обзоры таких вот работ лучше делаются западными исследователями. Я с удовольствием, например, два года назад послышал доклад Стефанова тоже по интернету онлайн, где он рассказывал о разных вот обратных задачах, связанных с нелинейными уравнениями. Значит, я тоже исследовал несколько таких задач. Вот вместе с Бугуевой несколько работ у меня есть. Ну и вот то, что сегодня я буду рассказывать, оно несколько другое. Значит, мы рассматриваем, будем рассматривать вот такое вот уравнение нелинейное, в котором f от x у некоторая гладкая функция. Именно об определении ее пойдет речь. Но, естественно, значит, сначала я сформулирую прямую задачу для этого нелинейного уравнения. Вот оно заключается в том, что нужно найти решение этого уравнения с падающей при t меньше нуля решением типа плоской волны, g, описанной функцией g, которые тонули некоторые параметры, я о нем скажу попозже, но могу сказать, ну ладно, сейчас попозже. Вот, так что вот решение это такого сорта. Функция g, значит, считается, что она до t, до момента времени t равна нулю, она просто равна, ну вот, зависит от этих аргументов. Значит, для t меньших нуля, t выбрана так, что для t меньших нуля она обращается в ноль, а для t больших нуля она не ноль. Значит, мы предполагаем, что функция g в окрестности момента t равна нулю, значит, она вот такова, что при t чем больше нуля она постоянная. Это альфа, некоторая постоянная альфа, которая может варьироваться от задачи к задаче, пробегая некоторое множество значений. Это важный параметр будет в этой, в обратной, рассматриваемой обратной задаче. Вот, значит, оно будет пробегать некоторое множество значений. Ну, значит, что предполагается? Также предполагается, мы должны сделать некоторое предположение функции f. Ну, параметр будет определён попозже, как я уже говорил. А вот, какие предположения о функции f? Значит, эта функция для каждого фиксированного u имеет конечные ситы, сосредоточенный в шаре радиус r большое b от r с центром в начале координат. Вот это первое предположение. Финитность по x. Второе. Функция f гладкая вместе с первой производной, но в некоторой области вот, когда x принадлежит b и когда u принадлежит r плюсом. Далее, функция f от x, u допускает оценку через функцию f0 от u, где функция f от 0 непрерывная функция такая, что f от 0, а потом, ну, естественно, она положительная. Потому что это так уже, ну, в общем, она положительная. Ну и, наконец, последнее условие, что производная f по u ограничена. Если u меняется на карам в конечном отрезке 0k, то коннекторы константы m от k. Ну, это более-менее естественные такие предположения. И мы вводим область s плюсом. s плюсом – это область на сфере радиуса r, то есть на границе шара b. И множество ее точек удовлетворяет условию, что x, скалярное произведение на ν, больше нуля. ν – это единичный вектор, который, в общем-то, тоже параметр задачи. Волна идет в направлении ν. Вот теперь мы можем определить t0, что такое. t0 – это вот минимум, ну, или инфимум. Он минимум достигается на самом деле на границе… А, внутри шара не достигается. На границе шара достигается этот минимум произведения скалярного х на ν. То есть это минус r. Минус r просто. Но в результате вот это вот решение, которое равно u, g от t плюс t0 минус скалярное произведение х на ν, описывает плоскую волну, которая распространяется в пространстве х в направлении вектора ν единичного. И в момент времени t, равное нулю, она касается… Эта плоская волна касается границы шара радиуса r. Вот такая вот вещь. Значит, мы теперь… Ну, эта волна потом падает, естественно, на шар. Ну, там появляются всякие эффекты прохождения и отражения. Но отражения только в некоторых производных. Самого разрывного решения нет в этой ситуации, потому что функция f предполагается гладкой всюду в пространстве х при переходе через край. Ну, вот, значит, постановка обратной задачи. Значит, нужно найти функцию f от x, u в области, когда х принадлежит шару b от r, и когда u принадлежит некоторому отрезку полуоткрытому 0, u большое. Из наблюдений, произведенных за решением прямой задачи, то есть за функцией u, которая является функцией не только переменных x, t, но и параметров ν и α, вот эта функция h задана, считается, для всех x, для всех ν из единичной сферы, и для всех x, которые принадлежат полусфере s плюс, и для моментов времени от 0 до момента прихода плоской волны плюс ε. ε – сколько угодно малое число. Фактически до момента прихода плоской волны в точку s плюс решение 0. Так что мы измеряем решение только на очень коротком интервале времени. От момента прихода до момента плюс чуть большего, плюс ε. И вот по этой информации требуется найти функцию f. Это постановка обратной задачи. Значит, вот такая теорема по отношению к прямой задаче, теорема 1. Мы предполагаем, что ν принадлежит единичной сфере и а положительная, а функции f и g удовлетворяют сделанным раньше предположением. Тогда в окрестности характеристического поверхности, ну, это характеристическая плоскость просто, поверхности t равно x на ν минус t0, а задача 1 имеет единственное слабое решение. И оно может быть представлено в виде вот 4, которое здесь. Значит, здесь функция h – это функция Heaviside. Она зависит от аргумента t плюс t0 минус x на ν произведение. Значит, состоит из суммы α на h на функцию Heaviside плюс добавок β плюс u с чертой умноженное на h1. h1 – это проинтегрированная функция Heaviside. То есть t умноженное на h от t. Вот так вот. Вот, значит, представим вот в таком виде, где α может быть вычислено, β вернее, может быть вычислено по формуле 5. Это интеграл по лучу при фиксированном α. У функции f мы интегрируем функцию f по переменным x, ну, ξ, скажем, x минус ν вдоль луча, выходящего из точки x в направлении минус ν. Вот такой интеграл. Функция же u с чертой, которая фигурирует в представлении, она есть просто непрерывная функция и бесконечно малая, когда мы приближаемся к плоскости, ну, в окрестности, так сказать, вот этой характеристической плоскости. Вот такое свойство решения прямой задачи. И это свойство приводит к разным следствиям. Ну, в частности, позволяет вот вычислить потом, я покажу, что такое, ну, вычислить β по данным обратной задачи, ну, и рассмотреть то, что получится в результате. Значит так... Итак, вот на чем основано доказательство этой теоремы. Довольно просто получить, что решение той самой прямой задачи, оно является решением вот такого интегрального уравнения, в котором область d – это область параболоид, ограничено параболоидом. Параболоид здесь выписан. Вот он такой. Он проходит... Ось его проходит через точку Х и направлено в направлении вектора минус нюм. Ну, а дальше этот... Ну, я сейчас скажу об этом. Ну, вот видите, почему это так? Потому что, когда мы рассматривали функцию u – g, вот эту вот, то вне, под характеристическим конусом, характеристическим не конусом, а клином, который образован характеристической плоскостью и некоторым отражением, решение ноль. И поэтому получается пересечение вот этого характеристического клина с конусом, который идет, ну, сверху, из точки XT. Вот такая вот интересная картинка. Ну, дальше что? Я схематически буду говорить. Конечно, если t приближается сверху характеристической плоскости, то есть со стороны значений больших момента прихода, то тогда параболоид вот этот вот вырождается в луч, который выходит из точки Х в направлении вектора минус нюм. И, кроме того, вот функция g, она стремится к альфа. А интеграл, весь интеграл по области d, он стремится к бета, той самой бета, которая, вот формула для которой была приведена раньше. Ну, почему это так, на пальцах объяснить можно. Потому что, значит, когда t стремится к характеристическому плоскости, к этой плоскости, то этот параболоид сжимается в луч, а внутри этого параболоида на самой оси решение равно совпадает с альфа с функцией g. Ну, и вот аккуратное вычисление вот этого интеграла, это самое сложное в этой ситуации, оно приводит вот к такой формуле до вычисления бета. Ну, что далее? Значит, из теоремы 1, поскольку мы знаем представление, то можно так... Сейчас я, наверное, пропустил, сейчас посмотрю. Да, ну вот из этого представления, которое есть, можно вычислить, конечно, по данным задачи и альфа, и бета. Альфа вычисляется просто как предел данных функции h при t стремящемся к плоскости характеристической, а бета – это просто производная по времени. Так что вот в результате мы можем сосчитать вот альфа и бета в точках, там, где заданы функции h, а именно для х, принадлежащих s+, ню, принадлежащих s2. Вот. Ну, и для различных альфа из отрезка 0u. Я, кажется, там забыл сказать в свое время, что альфа меняется на интервале 0u. Вот. Что в результате получается? В результате получается, что мы знаем, что по функции бета мы можем извлечь интегралы по всем прямым, которые проходят через точки x, принадлежащие s+, s+, и направление ню. А поскольку множество таких точек – это пересечение всевозможных прямых с областью b, то мы фактически знаем интегралы по всем прямым. Вне этой области сами интегралы продолжаются. Не интегралы, а значения продолжаются нулем просто. Не нулем, а константы. Вот они есть. Все. Так что, ну, возникает в области b фактически задача интегральной геометрии томографии в данном случае, из которой следует вот эта теорема единственности, поскольку известно, что задача томографии имеет всегда единственное решение. Ну, это вот одна задача. Это результаты. Содержание соответствует тому, что было опубликовано в конце прошлого года. Здесь вот в докладах Академии наук здесь сформулирован перевод. Ну и дальше вторая задача, о которой я хотел рассказать. Это результат уже этого года полученный сравнительно недавно. Ну, публикация вышла где-то месяца три назад или два, может быть. Значит, вот опять связано с гиперболическим уравнением, которое здесь написано. Значит, это уравнение, которое, главная часть которого это просто волновой оператор, но к нему добавляется еще коэффициент сигма от х на у по т и q от х на у в квадрате. Вот такие. Ну и задача, которая рассматривается здесь в определении пары функций, сигма и q. Значит, предполагается, что сигма не отрицательная, как-то всегда связано то, что связано с поглощением. Ну а g – вот некоторая функция, которая… Причем обе функции предполагаются фенитными. А функция g от t, которая стоит при дельта функции от х минус у, значит, точный источник симпульсной функции f от t. Вот он f от t равно нулю для момента времени меньших нуля, и не ноль, когда больше нуля. На самом деле достаточно чуть-чуть, чтобы функция была не ноль после t равная нулю, а дальше она может быть как угодно, в том числе и обрываться просто. Это неважно, потому что мы опять будем рассматривать структуру решения в окрестностях характеристического конуса в этой ситуации. Ну вот давайте, значит, что здесь? Значит, вот предполагаем, что σ и q исчезают вне шара радиуса b от r маленькая в этом случае. b от r играет здесь концентрический шар другую роль. Значит, вот носитель этих функций сосредоточен в некотором шаре b от r. Мы погружаем их туда, то есть b от r берем вне этого носителя. И рассматривается b от r, где считается, что r больше r маленького, r большое, а источник y, он находится на границе этого большого шара, то есть на сфере радиуса r. Ну, дальше тут написано, предполагается, что гладкая функция. ее носитель сосредоточен на некотором небольшом интервале 0t0. Прямая задача, значит, заключается в определении решения уравнения для того случая, когда σ и q заданы. Ну, я должен сказать, что вот эта задача, которую я рассматриваю, она в каком-то смысле близка к той задаче, которую мы рассматривали раньше с Татьяной Бугуевой. Значит, вот она здесь приведена. Только в этой проблеме там не было σ, то есть не было поглощения, не было члена σ на УАТ. И его наличие, оказывается, приводит к довольно серьезным последствиям. И нужно совсем другие методы использовать, исследования. Ну и, соответственно, и другие результаты получались. Поскольку в этой ситуации нужно уже две функции определять. Вот это существенное различие. Так, что же здесь? Вот если предположить, что σ и q принадлежат С бесконечности во всем пространстве, то можно установить, что асимптотическое представление такое вот для решения УАТ-ХТ-У, что это есть сумма, бесконечная сумма слагаемых с амплитудами α0, α1 и так далее, αK и еще так далее. Где θ0 это функция Хевисайда, а θK проинтегрированная К раз функция Хевисайда. Значит, получается, что θ0 сосредоточено внутри характеристического конуса, выходящего из точки У вверх. А θK тоже внутри и на поверхности этого характеристического конуса. Значит, ну и вот оказывается, что эти коэффициенты α0 и αK и так далее можно последовательно вычислить. Вычисления эти приводят вот к таким формулам для α0 от формулы 12. Она для нас будет играть важную роль. f от 0 здесь не 0 по предположению, поэтому это существенно. В него входит σ только, больше ничего. То есть она находится по σ. А вот αK могут быть все посчитаны по рекуррентным формулам, в которые входят значения ката и производные в нуле. Ну и вот такие вот интегралы от σ, которые характеризуют поглощение. Лапласиан от предыдущего αK-1. Ну и входит, наконец, сюда и вот этот коэффициент Q от ξ. Вот с таким, с множителем. Сумма, которая зависит от всех предыдущих факторов. Но для нас эта формула важна будет только при k равном 1. Но, тем не менее, выписываются они все. Так вот, если вы считаете, что у вас не бесконечная дифференцируемая функция, только имеют конечную гладкость, то тогда можно сосчитать только конечное число этих слагаемых. И вот сосчитав конечное число слагаемых, можно установить теорему о гладкости, уже конечной гладкости решения. Значит, вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Возьмем точку Z из R3. Точку Z, которая лежит на характеристическом конусе, выходящем из точки Y0. Z выбирается подальше от начала характеристического конуса. Вот первое условие написано. Мы обозначаем через D от Y, Z и Y вот такую область. Это пересечение двух конусов. Один конус идет из точки 0Y вверх, вот такой. А второй конус идет вниз, наоборот. А из какой точки он идет? Из точки Z по пространству. А по T, по времени, нужно взять Y-Z, то есть точка на конусе, плюс добавить что-то еще. Плюс добавить это. Небольшое, так сказать, небольшое число. Тогда вот из этой точки, которая Z и Y-Z плюс это, опускается вниз характеристический конус. Получается пересечение двух конусов. Ну, проекция этого конуса на пространство X, она представляет собой эллипсоид с фокусами в точках Y и Z. Вот такой конус. Когда это стремится к нулю, то есть мы приближаемся к границе конуса, который выходит из начала координат, не из начала координат, а из точки Y-0. Вот когда приближаемся к этому конусу, то эта область E, область D, она вырождается просто в отрезок прямой линии, соединяющей фокусы. Эллипсоиды всагиваются к вот этому отрезку прямой, который проходит через фокусы. Вот такая ситуация. Что далее? Ну, далее вот устанавливается такая теорема, которая, собственно, на методе энергетических неравенств основана только, что если сигма принадлежит некоторой гладкой, гладкому пространству C2M плюс 1, прям равным 4, а Q2M минус 1, то тогда, если Y и Z фиксированы, то тогда вот существует такое это с ноликом, что для любых это из интервала ноль это с ноликом. Решение прямой задачи прямой задачи принадлежит классу H4 вот в этой области пересечения конусов. Но раз оно принадлежит классу H4, то оно, конечно, непрерывно дифференцируемо внутри, опять же, конусов. Это теорема увлажения. Ну, а что тогда? Если она непрерывно дифференцируемая, то можем по данным задачи, по данным F, найти α0 как предел при Т стремящемся к конусу, выходящему из точки Y0, поверхности конуса, и α0 как, опять же, предел производный при Т стремящемся к этой границе конуса. Так что в результате альфа и альфа-1, альфа-0 и альфа-1 становятся известными по данным. А из этого, оказывается, очень много следует. Ну, во-первых, мы можем из формулы для альфа-0 извлечь вот такие интегралы от сигма для всех X, принадлежащих S+, и для всех всевозможных Y, которые лежат на SR большое. Но, фактически, мы знаем тогда интегралы по всем прямым, пересекающие от этого, внутренний шарик радиуса R маленькая. Ну, и задача интегральной геометрии возникает. Значит, или томографии, точнее томографии, потому что здесь просто прямые линии. Решив ее, мы находим сигма. Ну, а теперь дальше пойдем. Если сигма известна, если сигма известна, то тогда мы можем вычислить альфа-0 уже всюду, в любой точке X. Раньше она была известна только в точках границы, там, где S+, а теперь мы можем всюду вычислить ее. Ну, и поэтому можно взглянуть на формулу для альфа-1, что она определяет. Вот смотрите, первое слагаемое в первой строке, интеграл от сигма, это известная величина. Теперь множитель единицы на модуле X минус Y и на экспоненту. Это тоже известная величина от сигма зависит. Дальше мы смотрим на этот следующий интеграл, который множителем появляется. S на экспоненту, экспоненты известные, Лаплас от альфа-0. Это известная величина Лаплас от альфа-0, потому что альфа-0 всюду известна. Значит, мы можем ее убрать и вообще убрать все, что, так сказать, известно. А тогда останутся только интегралы произведения Q на альфа-0, ну, на S, естественно, и на эту экспоненту. То есть в результате мы получим, что мы можем извлечь вот такие интегралы от функции Q по прямым с весом ρ, где вес ρ определяется, вот как я сказал, произведением S на альфа-0 в квадрате и вот этот интеграл еще от экспонента. Вес известная функция. H тоже известная функция, поскольку она находится через альфа-1, которая известна в нот, известна только там, где X принадлежит S плюсом, а Y – S большой от R. Ну, вот возникает задача интегральной геометрии, это уже не томографии, потому что с весом очень таким довольно существенно меняющимся, зависящим от σ, но и нужно ее исследовать. Ну, вот исследование ее – это довольно непростая задача. Я получил просто некоторые достаточные условия, когда это уравнение, эта задача имеет единственное решение. Ну, и получил ее оценку. Ну, вот я сформулирую соответствующий результат. Значит, так. Да, результат вот какой. Значит, он сформулирован у меня для сечения. Дело в том, что эта задача распадается вдоль любого сечения, если мы проводим через центр, вот такую плоскость большого круга, то тогда эта задача просто распадается над серией таких задач. вы можете это сечение вращать, это достаточно однопараметрическое семейство таких вот сечений, чтобы найти функцию всю. Ну, вот в сечении, в каждом таком сечении, мы получаем плоскую задачу уже, непространственную. И вот, если мы введем в этой плоскости полярные координаты, ну, собственно, на полярные координаты нам нужны только на границе областей B от R маленькая и B от R большое, то вот для Y это, мы запишем точку на границе как Y от Пси, R косинус Пси синус Пси, а для точки X это просто R маленькая от косинус Фи синус Фи. В результате возникает, что функция вот такая H от двух аргументов Фи и Пси известна, а задача преобразуется вот в задачу по определению коэффициента в этой плоскости по заданной функции. Ну, и вот такая теорема. Если выполнено условие, да, я забыл сказать о предположениях некоторых, да, вот тут мы предполагаем еще, что сигма, сигма, оно, где, она дальше как-то проскочила. Вот, здесь мы предполагаем, что сигма, ну, не отрицательно не превосходит сигма 0, а градиент сигма не превосходит сигма 1. Вот это предположение о самой функции сигма. В этом предположении вот мы рассматриваем плоскую задачу. Так вот, если выполнено это предположение и выполняется условие 20, то тогда, ну, как по положительному в этом условии, то тогда есть такая вот оценка устойчивости 21. То есть норма функции коэффициента Q в пространстве L2 определяется через H1 норму данных задач в сечении. Ну, вот это и есть основной результат. Ну, и что я могу сказать? Когда это условие 20 выполнено? Ну, естественно, первая разность вот эта вот, она будет положительная, если R больше корня, R маленького корня умноженного на корень из 2. Так что это условие просто на геометрии выбора двух сфер. Сфера, где источники и сфера, где наблюдение. А вот второе предположение, вторая разность, она мала будет, если сигма 0 и сигма 1 малы. Так что это условие фактически сводится к условию малости сигма в норме C1. Ну, вот при таком условии и найдено решение, показана устойчивость решения этой задачи. Хотелось бы, конечно, лучшего, но как это сделать, непонятно. Ну, вот это то, что я сказал об этом условии. И на этом все. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы? Ну, у меня, Вадим Игоревич, вопрос. Вы рассказывали недавно про кубическую линейность Бугоевой. Вот здесь... Там более общая линейность, более... ИКУ в степени гамма, да? Здесь тоже можно в степени гамма делать, у меня нет сложности. Просто это немножко более простое, вот для вычисления альфа-карты. Немножко более простая форма. Спасибо. И еще такой, раз пока нет вопросов, в общем, знаем следующее. Хотелось бы из первых рук. Вот это очень продуктивное сведение обратной задачи к интегральной геометрии. У кого впервые, где это впервые получилось так? Мне кажется, в школе им не получалось лавритин. Но я могу сказать, что впервые задачи интегральной геометрии возникли в моих работах, которые были связаны с докторской диссертацией, опубликованной в 1969 году. Так что первое там где-то... Вот в этой работе, фактически она вышла в 1972 году, просто отдельная книжка в 1969-м ротопринтном издании. Там как раз рассмотрен ряд задач интегральной геометрии на кривых, на семействе кривых. Ну и другие задачи интегральной геометрии на эллипсоидах. Так что вот до моих работ не было практически. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Может быть? Да, у меня есть вопросы. Пожалуйста. Профессор Казанова. Владимир Гаврилович, можно показать уравнение? Стампинг-парамент. Какое уравнение? Первое или второе? Нет, второе. Стампинг-парамент сигма-х. Так вот, задача определяется. Там рассматривается задача... Да-да, предыдущий. 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 А, вот. Вот. Но в современной терминологии обратной задач это есть так называемый Simultaneous Determination of two coefficients. Sigma X и Q. Да. И Q. Я не понял вопрос, в чем эта цель? QX. Верно? Она обычно задается и является числами. Числами? Числами никто не решало. А откуда возникло? Мне просто предыдущие дампинг-функции. Ну, я думаю, что тут моделировать, конечно, можно. Но и в модельных данных только можно найти. Я в приложении просто примык к этой задаче не знаю. Я попробую найти. Спасибо. Я думаю, у электродинамики может возникать подобная штука. Там проводимость... Наверняка. Наверняка. Вот не знаю. Наверняка. Я попробую найти. Просто мне стало интересно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Так. Ну, если вопросов нет, еще раз спасибо. Владимир Владимирович. Мы вас сейчас не можем отпустить, потому что у меня поручение от председателя Сибирского отделения, главного ученого-секретаря и председателя Объединенного ученого совета. Здесь адрес... Адрес, хорошие слова и поздравления с юбилеем от руководства Сибирского отделения. Спасибо. Так. Все. Я не буду перечислять, потому что здесь грамоты от мэра города Новосибирска и от коллектива института обучительной математики имени Морчука Московского. Ну, мы тогда ближе к нашему институту. Андрей Евгеньевич Миров. Андрей Евгеньевич Миров. Уважаемый Гаврилович, позвольте вас поздравить от Института Республики Математической Математической Физики. Мы вас очень любим и ценим, как ведущего математика, замечательного специалиста по теории обратных и корректных задач. Хотели бы вам пожелать, конечно же, очень-очень крепкого здоровья, новых, замечательных результатов. Ну и всего... Уважаемые коллеги, вы уже понимаете, речь идет о научных внуках Владимира Гавриловича Романова, учеников его учеников. Поэтому сейчас слово... Владимир Гаврилович более 30 лет проработал в Новосибирском государственном университете. Слово декану механико-математического факультета Игоря Владимировича Борчукова. Я перешагну, выезжаю. Да, у нас как-то вот... Либо вы чуть подальше ставите, но... Дорогой Владимир Гаврилович, дорогие коллеги, мне очень приятно поздравить Владимира Гавриловича. Я вас поздравляю с юбилеем от Новосибирского университета, от механико-матемического факультета. Конечно, от себя лично. Ну, ваш склад в образовании и в науке математическом не измерили. И мне очень приятно, потому что, как сказать, то влияние, которое оказала ваша научная школа, Сергея Игоревича, я специализировался, сходил к вам на семинары, было давно. В те времена вы не помните, но потом нам, наверное, меня... Вот, но вот это то, что именно эти подходы к обратным задачам, которые, в общем-то, расширяя сознание, там нужно решать очень сложные задачи и непростыми методами большое влияние оказало на меня и на сами, всех людей, которые прошли через вас, через ваших учеников, и это очень важно. Ну и потом нам почувствовали вместе с авиационным проектом, как Даша. Да, и там несколько интересных задач было обратно, которые мы делали, в Тамбрей Карчевский, они меняли задачи к положению в поле. А у меня каплей была задача, что-то, ну известно, такое физическое, то есть, на ощущение определяют по форме капли. И это очень здорово. Ну и, конечно, вы говорите, что в университете вы много лет работали профессором. А самое интересное, что вы работали еще с председателем ГЭК у нас много лет. И были, так сказать, выпускным контролем нашего факультета. Это очень здорово. Венгриевич, я поздравляю вас. Желаю здоровья. И мне очень приятно видеть, что вы в прекрасной научной форме получаете замечательные результаты. И хочу вам пожелать еще хороших, интересных результатов, новых теорем, оценок. И очень хотелось бы, чтобы вот эти результаты, они дальше были как-то применены. И ваши ученики продолжили ваши дела. Ну и тут небольшой подарок от нашего факультета. Замечательная шапочка. Вот такая с эмблемой Микмака. Да, это наш мегатив. У нас репрендинг произошел. Теперь у нас такой вот магазин факультета. Кометик Сен-Механический. Написано. Здорово. Это студенты тоже у нас? Студенты мочат, да. На скитам еще тоже с эмблемой. И деньги профессора НГУ. У меня внук в этом году поступил на Микмак. Да, вот я думаю, что... А он на каком направлении? Механику. Механику, да? Выбрал то, что... Это новая программа. У него деда был. У вас не только научные внуки, но и у вашей настоящей тоже математикой. Уважаемый коллеги. Трудно сейчас кого-то выделить. Приехал вось из Казахстана. Профессор Карим Владаев Максат Вородилович. Пожалуйста. Здравствуйте. Я еще первый вице-президент Национальной Академии Наук еще и главный ученый-секретарь. У нас была, вы знаете же, Академия общественная, но она еще пока стоит. Я пока первый вице-президент Национальной Академии Наук Республики Казахстан-главный ученый-секретарь. Я специально приветствую Владимиру Гавриловичу поздравить вас с юбилеем замечательным. Я знаю, что у вас был это 5 ноября. Да. Да. Сегодня видел Есена Классовича, Едайбекова, это моего ученика, моего учителя. Он уезжал сегодня, я его ученик. Да, да, да. Значит, как вы сказали, я, получается, ваш внук. Он сказал, что он первый ученик ваш, да, вроде? Да, первый был. Так, ну, давайте подать и начнем, давайте. Здесь вот специальный чапан, но не такой чапан, который с этикеткой, это не который передается из одного твоя в другой. Это специально купили для вас. И вот таких чапанах, чапаны носили наши многие. Спасибо. Давайте так дать. Многие занимались наукой, писали книги и дожили, достали. Теперь, здесь, я вот, мой друг, здесь, Кальза, Токовый Бенович, он сказал, что у вас супруга Мина Дмитриевна, да? Да. Вот здесь вот, Гуччи, специально моя супруга передала, я Мина Дмитриевна. Теперь, знаете, вам уже 85 лет, некоторые ваши ученики не слушают за вас. Поэтому вы можете, если вас раньше дарили, можете повесить или в кабинете, или можете повесить дома. Одновесие. Да. Обычно, когда дома у казахов, да, Аксакалов, ну, фан, жены начинают не слушаться, они только посмотрят на Камчу, жена сразу понимает, что будет дальше. Поэтому вам вот такая Камчатка. Ну, видите, подарков много для такого человека, как Владимир Гаврилович, не жалко. Ну, здесь вот наш бывший ректор, он 10 лет был ректором казахской национальной технике имени Аль-Фараби, Мутанов Алпеер Мутанч. Сейчас он является генеральным директором Института информационных и технологий. Это большой институт. Вот. Я был 13 лет генеральным директором в этом институте. Вот. И вот Сергей Игоревич хорошо знает, он приходил к нам, векции читал, ваш ученик. И мы вот все теплые слова с Мутановым написали вам. Вот когда с Ниной Дмитриевной будете чай пить, будете почитать. Спасибо. Ну, теперь, чтобы чай не просто так пить, но у нас вот есть самые лучшие конфеты в мире, даже лучше, чем швейцарские конфеты, это вот конфеты. С Ниной Дмитриевной будете пить чай. Материйские конфеты очень хорошие. Да, мы специально принесли вам. Поэтому еще раз. Я сам занимаюсь теорией управления, но теория управления как-то относится же к обратным задачам дефекционных управлений, и поэтому считайте, что я ваш тоже ученик. Хорошо? Спасибо. Удаляем. А вот этот Чапан. Это называется кабинетный Чапан. Ух ты. Уважаемые коллеги, теперь было бы не коррекция, но если мы уже какого-то базового гостей, что вы сами представили, то есть в Киргизии тоже. Вы не раз в Китубике. Уважаемые коллеги, угроза работала в Министерстве науки и образования в Киргизии. Сейчас вернулась в науку. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. 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 И, уважаемые коллеги, оценимые наши математики, института математики национальной академии МИЛК под своим именем поздравляем вашим друзьям. Разрешите вас почитать их не так давление. Глубоко уважаемый Владимир Гавилиевич, сегодня ваше 85-летие мы хотим выразить наше самое глубокое и искреннее поздравление. Ваш неоценимый вклад в развитие теории обратной задачи является неопределимым, вдохновляющим для многих поколений ученых, в том числе ученых в Кыргызстане. Желаем вам крепкого здоровья, долговечия, низкий вам поклон, уважаемый Владимир Гавилиевич. С моими лучшими пожеланиями Абдулана Демисовича, ученика МИЛК, ученик МИЛК, Сатабай Абдулана Демисовича, ученик Кабанихина, ваш внук, и Авлабеков, и Кешев, Академа, и коллектор МИЛК, математической. Поздравляю вас именно Абдулана Демисовича. Покажем всем. И это наш сборный Кыргызстан, что у вас висело в кабинете, вспомнили ваших внуков и учеников в Кыргызстане, которые занимаются в Кыргызстане. Спасибо, спасибо. Потом я, наверное, не делал. И вы леяли. Спасибо, организатор. Спасибо. Уважаемые коллеги, теперь вернемся в Казахстан и Астана, столица Казахстана. Профессор Искантов Казахстан такой один. Казахский национальный имя Гумилева сближает Казахстан. Владимир Викторович, поздравляю вас в идее. Здесь было очень много слов сказано. Мы, как пример, вы являетесь, я являюсь внуком вашим. Мы, к тому же, я с теплотой вспоминаю, что вы были первым руководителем кандидата, второй руководитель Сергеевич Сергеевич. Это ваш сын, один из любимых. Я вот специально приехал, поздравляю вас с юбилеем. Наш университет, национальный университет, это столица, во главе академика Сатыквы Ермана Баташковича. Здесь он кладет вам адрес. Здесь сказано очень много хороших слов. Но одним из главных, что вы готовили очень большую кузницу кадров для Казахстана, в том числе и Киргизии, для других стран. Здесь особо отмечено, что вы ввели огромный вклад в создание международных журнала и разный журнал математик-компьютер-аппликейшн, который вошел в базу данных корпус, вебер-сайенс, и занимает очень хорошие позиции благодаря вам. Я помню, в 2012 год, когда приехали к нам в реке читать, вот, считайте, вот, все 10 лет по одному кирпичику строили этот домик, который называет Нагиона Зимнала. Угнаю вам крепкого здоровья, самое главное. Как отца народилась и сказала, на 100 лет. Значит, вот сам ректор передает эксклюзивный вариант. Это оригинал. Была выпущена марка «100 лет Гумилёва» Ивана Николаевича. Она дарится только почетным гостям. Вы являетесь одним из почетных гостей. Это оригинал. И он выпущен в ограниченном количестве. Совсем маленький. Ну, дают послами, министрами и так далее. Ну и, соответственно, еще, куда-то классно работали. Тоже брендеры Евразийского социального университета. Хорошо. Так, еще здесь есть подразумение уже, наверное, правлочек наших. Потому что я являюсь руководителем. Большой руководитель Сергея Игоревича. Это Карагандийский национально-технический университет. Карагандийский национально-технический университет. Имени Цагинова. Имени Цагинова, да. Тоже очень теплые слова. Руководитель Сергея Игоревича. Большое спасибо. 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 Уважаемый коллег. Если кто-то хочет выступить, пожалуйста. А. Прошу. Специально я в Москву приехал. Там гость. Скажи. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю евразийское патентное ведомство. Начальник отдела евразийских патентов. Байза Кусамат Медов. Наша организация – это международная межправительственная организация. Мы администрируем и предоставляем правовую охрану изобретениям и промышленным образцам на территории восьми государств евразийского региона. В нашу организацию входят Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Российская Федерация, Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Токменистан. Так вот, в адрес нашей организации обратилась школа-гимназия с математическим уклоном наукат Белим Танасы. Она основана вашим учеником, ныне заслуженным учителем Республики, доктором, кандидатом физико-математических наук, по мужу датам Ману Юсупову. Да, кстати, эта школа основана по модели физико-математической школы Академии городка города Новосибирь. И Вещением президента Евразийского патентного ведомства медалью Евразийского патентного ведомства «Взгляд в будущее» награждается Роман Владимир Гаврилович за вклад в развитие в систему научного образования школьников в Евразийском регионе. «Поздравляю вас». можно Наш президент Петрович Ильич тоже вам лично передал свой подарок. Это люди, говорят, формируют смыслы и символы, наполняющие нашу жизнь. Так вот, один из тех людей, который наполняет нашу жизнь смыслами и символами, это Николай Горький Петрович, я вам лично просил передать теплые пожелания. Спасибо. 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 Уже вы коллеги. А, Владимир Васильевич Василович. В котором написаны добрые слова, слова восхищения вашими достижениями в науке, просветительской деятельности. Конечно, был абзац текста, где сказано, что мы прочитали циклы лекций около 10 ведущих университетов. Я понял, что только в Африке, на всех континентах. Как сказал Галендар Хасанов, Романов знает все об обратной выночке. И все знают, что он знает. Ну и заключительная фраза доброго здоровья, жизненной энергии, конечно, и успехов на самославу российской науке. Спасибо. Это от нашей семьи уральский сувенир, воспитанный Сказы Бажова. Ух ты! Уважаемые коллеги, у нас ничего еще не завершается. Потому что по университету декан факультета инвестиционных технологий Михаил Михайлович Лаврентьев пришел поздравить. Я хотел сказать, что, Владимир Гаврилович, я помню прямо с самого детства, что если я научным внуком напрямую не являюсь, то почти что являюсь просто сыном внуком. И хочу сказать, что несмотря на то, что факультет у нас готовит совсем других ребят, которые специалисты в области информационных технологий, но у нас были с вами, Владимир Гаврилович, совместные мероприятия, и студент наш даже с вами опубликовал работу. Поэтому хочется пожелать, чтобы еще у нас были такие пересечения, и чтобы наши ребята, которые, может быть, головой чуть меньше могут думать, зато руками очень здорово программируют. Поэтому, Владимир Гаврилович, доброго здоровья. И мы всегда рады вам в университете, вы работали с Мехматом, но готовы свои крупные плечики подставить для того, чтобы ваши результаты воплотились в комплексы программ, которые будут работать и решать практические задачи. Владимир Гаврилович, поздравляю. Уважаемые коллеги, если так, сейчас больше нет желающих, тогда отпустим Владимира Гавриловича, отдохнуть еще вечером можно будет. А, Василий Иванович, вы тоже, да? Ну, Якутия — это наша родная республика. Василий Иванович? Василиев. Василий Иванович. Василиев. Уважаемые коллеги. Пожалуйста. 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 Я очень рад вас приветствовать этим очень социализм юблеем. Не всякие доживают до такого возраста. Позвольте выручить вам признание того, что вы на наших конференциях много-много раз бывали. Вот имя математика. Математика у нас работает только в одном месте. Приветственный адрес, подписанный нашим ректором и сувенир. Пожелать крепкого здоровья, много-много новых результатов, монографию общенную, обращающую ваши труды. И семье все было хорошо. Семейного благополучия и всякое было. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас ничего не заканчивается. Завтра продолжится конференция. Вечером поздравляем Владимира Гавриловича. Всем большое спасибо. Пока что сегодняшнее свидание завершаем. Увидимся завтра. Спасибо всем. Уважаемые коллеги, просьба сейчас всем встать на слизистые фотографии. Сергей Сергеевич, Ольга Ильевна. Спасибо. Спасибо.